Дорожная азбука. Так называется мероприятие, в котором приняли участие исследователи миров человеческих ценностей. Традиционно эту игру готовят их вожатые, активисты городской детской думы. Идея проведения данной игры у нас зародилась уже в прошлом году, и в прошлом году мы начали к ней активно готовиться. Тогда в городском конкурсе детского движения «Юнзары» «Мой первый проект» мы представили идею проведения игры «Дорожная азбука». Выиграли грант в размере 3000 рублей, который мы потратили и затратили на покупку дорожных знаков. Организаторы начали активно готовиться. Они составляли план игры и придумывали интересные задания. Понадобился целый год на подготовку к мероприятию, но после долгого и упорного труда идея реализовалась. Событие состоялось в Центре здоровья и досуга. Большой зал и светодиодный экран дали новую возможность для проведения игры. Огромное пространство позволило создать целый городок с дорожной разметкой, а яркий экран позволил красочно дополнить задания игры. Цели данного конкурса – это, во-первых, пропаганда здорового, безопасного образа жизни и соблюдение правил дорожного движения. В игре принимали участие третьеклассники из всех школ города. Игра состояла из шести конкурсов. Первый этап являлся визиткой команд. Они представляли девиз и отличительную эмблему. Если во втором состязании участникам было достаточно угадать знак дорожного движения, то в третьем предлагалась ситуация и задавался вопрос, на который они должны были дать правильный ответ. В четвертом конкурсе ребята получали схему поселка городского типа, на которой не хватало дорожных знаков. Детям было необходимо не только выбрать нужный знак, но и найти место для его расположения. В пятом соревновании участники придумывали кричалку о соблюдении правил дорожного движения. Самым зрелищным стал шестой этап велоэстафета. С большим интересом и азартом ребята соревновались в езде на веломобилях. Важно было как можно быстрее пройти трассу, при этом не нарушив ни одного правила дорожного движения. Мне понравилось кататься на веломобиле. Мы немножко запутывались с вопросами. Нам очень понравилось. Мы отвечали на вопросы, поднимали таблички, сколько мы баллов получим или у нас отнимется. Мероприятие помогло детям закрепить свои знания, ведь уже с раннего возраста человек должен понимать самые важные правила. На игру также пришли родители участников. Данная идея была актуальна не только для детей, но и для взрослых. Правила дорожного движения нужно, чтобы мне было вае и чтобы я была в безопасности. Чтобы не попасть в УЗБ, надо знать правила дорожного движения, правильно переводить дорогу. Правила дорожного движения я всегда соблюдаю. Организаторы игры полагают, что стоит провести такое мероприятие и для остальных начальных классов.